Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ну что, давайте по Солидару и Бахмуту. Ребята, и там, и там Украина. Сразу, чтобы успокоить. Ну, Бахмут вообще там, они сейчас понизили интенсивность атак, потому что, вот представьте себе, какая большая, так сказать, так называемая Россия, и какая они кричат, что у них огромная армия, а единственного боеспособного, что у них осталось, вот в настоящий момент, из того, что они могут, ну, с их точки зрения, решать какие-то ситуации, это только зэки этого самого Пригожина. Все. Больше ничего нет. А зэков хватает только для атаки на участке там фронта в полтора километра. И все. Вот это и вам вся великая, могучая российская армия. Пук! Да, именно вот. Одним словом описывается. Таким образом, они продолжают. Вот все, что у них есть боеспособного, они стянули сейчас в Солидар. На всех остальных участках интенсивность боев резко снизилась. В Солидаре кромешный ад. Они пытаются занять город. Почему? Потому что Пригожин объявил о том, что они его заняли, по-моему, еще 9-го числа, если я так не ошибаюсь. Сегодня какой уже? 13-е, 13-е уже. Старый Новый Год. Кстати, с Старым Новым Годом всех. И вот и ныне там Солидар, это Украина. Сбройные силы Украины находятся в Солидаре, занимают часть города. Часть занимают фашисты. Ну и все. Вот как было, так и есть. Уже 4 дня. Когда вот фашисты говорят в очередной раз, что они заняли очередной населенный пункт, меня таки подмывают сказать, накажи гоп, только не пораскочишь. Да. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вот что я имею ввиду. Ты сначала возьми, а потом говори, чмошник. А то получается, что балаболка. Да. И вот сейчас у Пригожина назревают там проблемы, просто потому что он тогда ляпнул языком, что возьмет. Что взял, не возьмет, а взял Солидар. А теперь его ловят за язык те самые, которые брали Киев за 3 дня. Это Шойгу и Герасимов. Помните, да, как они Киев за 3 дня брали, суммы за 1 день они брали у нас. Да, Кашенков раз в 15 объявил, что они взяли Киев, Харьков они за 4 часа взяли, мне так помнится. Что они там еще? А, Одессу взяли за 1 день, Николаев там взяли. Да, ага, все взяли. Все взяли за 1 день, за 2 дня. Потом оказалось, упс. Так что те самые персонажи, которые брали Киев за 3 дня, а Харьков за 3 часа, теперь будут гноить и уже гноят Пригожина, который типа взял Солидар. Точно так же, как они взяли Киев. Ну, там Джабагадюкин продолжается у них. Теперь Пригожин, чтобы сохранить лицо, хоть каким-то образом, вынужден гнать на убой абсолютно всех зэков, которые у него имеются там в наличии. И числа их он не считает, пути назад им нет. Вот их погнали на убой там 150 человек. Они должны или взять Солидар, или сдохнуть в Солидаре. Все, 3-го там не до... А, ну есть 3-й вариант, вернуться и получить кувалдой по голове. Пленных никто не выносит. Пленные остаются там, становятся... Ой, пленные, говорю. Раненых. Раненых никто не выносит. Не остаются там 300-е и 200-е. В результате почему? Потому что не до того, не до раненых, не до ничего. Им надо взять Солидар. Они пытаются переправляться там через реку, пытаются занимать новые оппозиции. Все пристрелено нашими РСЗО и нашей артой в воздухе. Это по их словам. Это не наши пишут. Кому интересно, у нас на телеграм-канале, ссылочка снизу, у нас там как раз отчеты расистов о состоянии дел в Солидаре. Очень интересно. Вот как раз ту же тему. Все позиции, которые они занимают, давным-давно пристрелены. Наши гасят их со страшной силой. Другое дело, что из-за обилия вот этих зэков, их очень много там, они постоянно присылают новых. Погибают новые, 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 новые. Это, кстати, отразится в потерях. И они их не жалеют вообще, от слова вообще. То есть там аннигилируется вообще зэковская прослойка на России. И Путин, видимо, решил этих еще уничтожить. Не только жителей Дальнего Востока, Якутии и так далее. А еще и вот уменьшить количество зэков. Хотя я сомневаюсь, что их уменьшить в результате. Сейчас у них начнутся другие процессы, появятся еще сотни тысяч зэков. Это страна ГУЛАГ. Так вот, они прут. Их там просто под ноль выбивают до ноги, а они прут дальше. Вот такая вот картина в Солидаре. Можно ее охарактеризовать как ад на земле. Потому что, несмотря на то, что, как говорится, обезьяны, которые прут, они без прикрытия, без ничего. Они просто, вот как есть, так и прут. У каждого из них автомат или гранатомет. Вот, и они стреляют. Их очень много. Конечно, у наших большие проблемы в том, чтобы их остановить. Но останавливают. По крайней мере, этот бандит Пригожин заявил, что они захватили Солидар сколько дней назад. А возле, ныне там. И Пригожин из-за своего длинного языка, как говорится, попал из разряда, уже постепенно съезжает, из разряда таких вот, знаете, национальных велико-выручателей, плавно спускается к Анашенкову Болтуну, всеизвестному, который уничтожил четыре бронемашины Брэдли за вчерашний день. Брэдли, количество которых в сбройных силах Украины на сегодняшний день ноль штук. Слава Украине!